Если мы свободны, значит, производили диссипацию. Раньше мы в качестве диссипации выбирали линейные функции от скоростей, а теперь мы рассмотрим случай, когда эти функции от скоростей будут производить. То есть речь идёт о такой системе, там всякие лагержаны и прочее мы опустим, то есть сразу же запишем свой закон Ньютона, если хотите, и причём всё в одну сторону перенесём. Или давайте даже так, на n сразу поделим, то есть всё будем рассматривать отнесённым к единице массы. То есть, наверное, поделили и перенесли всё в одну сторону. То есть это вот в результате получается такая вещь. x с двумя точками, φ от x с точкой, ну и здесь f от x. Для начала рассмотрим вот такую систему, потом её немножко обобщим и рассмотрим буквы общей случайно. Пока вот остановимся на этом, ну что здесь у нас? Вот это φ от x с точкой, да, от скорости зависящая функция, а эта функция отвечает нам за диссипацию Ньютон, да? За диссипацию Ньютон. Вот, в линейном случае, там, φ от x с точкой, у нас поднялась α-x с точкой, да? То есть если мы перенесём их в правную часть, то у нас будет сила, да, минус α-x с точкой, это диссипативная сила. Вот, а теперь это диссипативная сила, взятая со знака минус α-x. А f от x, ну это какая-то потенциальная сила, ну только опять с другим знаком, поскольку мы перенесли, то есть f от x это du в dx. Ну и рассмотрим это уравнение. Частный случай мы его рассматривали как раз, когда у нас α-x с точкой было в качестве φ, и у там, значит, по-моему, там четвёрка стеки, да? Вот. Ну и давайте прежде всего поступим так, как мы вот механики делали, да? Значит, понизим, если хотите, порядок этого уравнения. Итак, считаем метод x равным вот этому, да? Значит, умножаем часть уравнения на x точкой и пользуемся тем, что x двумя точками на x точкой это d по dt от x точкой квадратных, да? А там du по dx на x точкой это d по dt от u. Ну и в результате, значит, у нас получается вот так. То есть d по dt это общий оператор, мы его выносим за скобочки, в скобочке будет x точкой в квадрате пополам плюс u. Ну и давайте перенесём в правую часть, значит, в правой части будет минус x точкой на φ двумятищая на x точкой. Ну, в скобочках что стоит? Полная энергия в системе, да? То есть вот это e там у нас, это равно e, значит, и мы получили вот что d по dt от h равно минус x точкой на φ двумятищая на x точкой. Значит, если система диссипативная, то полная энергия должна убывать, да? С течением времени. Это означает, что вот эта вот вещь, ну там, неположительная, да? То есть в каких-то при нулевой скорости она равна нулю, да? А вообще говоря, она отрицательна, да? От dx точкой на φ, за знаками минус. Это отрицательная вещь. Ну, последнее означает, что в свою очередь вот это произведение x на φ от x с точкой должно быть положительным, да? Ну там, больше не было. Ну, если хотите, то вот, значит, это условие того, что энергия убывает. Дальше, если мы возьмем в качестве функции Липунова полную энергию, да? То мы получим, что у нас положение равновесия, если, значит, оно находится в точке x равное нуле, да? Ну, я, начальник ординат, то это положение равновесия устойчиво. Вот. Ну, а мы с вами говорили, что можно всегда, значит, свести задачу, чтобы у нас равновесие нуле координат сходило. Если мы задачу через возмущение берегуше, то равновесие будет находиться в начале координат. Ну вот. Ну и так, функция Липунова что такое? Функция удовлетворяющая двум требованиям. Первое, это то, что... Больше нуля, да. Да, больше нуля. И она производная больше... Так, что... Производная по времени больше нуля. Чуть меньше нуля. Чуть меньше нуля. Чуть меньше нуля. Ну или... Меньше нуля, если я синтетическая устойчивость, а меньше либо равно нуля. Если я вот обычная устойчивость, а в обычную устойчивость, где-то... Ну, кстати, обратите внимание, если строго равно нулю. Вот здесь было. Ну, там где-то вот. Давайте уже сточка равно нулю. Ну, то система устойчива. Но она неустойчива синтетически. И мы об этом будем сегодня говорить. Что касается вот этой задачки. Итак, мы из нее установили, что для устойчивости равновесия надо, чтобы выполнялось вот это неравенство. x точкой на φ больше либо равно нуля. Ну, давайте... Вот эта задачка решается триллиально, а давайте теперь мы усложним систему. И вместо вот такой вот системы рассмотрим вот такую вот систему. Вместо f возьмем и напишем φ, то есть φ у нас есть, g от x точкой на f от y. Вот такой вот. И что можно сказать о нем? Вот эта процедура уже умножения на x точкой, она, ну, как-то не очень уже работает, хотя тоже можно измерировать. Ну а что я измеряю? А вот как нам найти функцию ликунога в этом случае? Ну давайте этим займемся. Значит, и вот здесь мы продемонстрируем один важный метод. Но прежде чем этот метод продемонстрировать, давайте сведем эту систему, вот это уравнение к системе двух уравнений. Значит, для этого полагаем, что x, значит, x1 – это у нас x с точкой, да? А значит, тогда x2 – это x1 с точкой, да? То есть тогда первое уравнение как раз будет x1 с точкой равно x2, да? А второе уравнение, вот получается отсюда, это x2 с точкой, ну давайте так вот напишем, равно минус, фи от x2, да? Минус, минус, а там x1? Где? Фи от x1? Почему? Почему от x1? Мы же обозначили x1 с точкой. Нет, нет, значит, бисточек. x… Да, бисточек, конечно. Тогда, значит, x2 – это x1 с точкой, да? Совершенно верно. Значит, тогда x1… Да, совершенно верно. Значит, тогда от x2, значит, плюс g, значит, от x2 – это x1. Вот так. Продолжаем. Ну, давайте ваш этот условие, хорошо, я его выпишу, да? Ну, вот. Вот система уравнений, вот система уравнений. Так, снабь я тут. Ну, и, значит, структура у этой системы уравнений такая, что вот здесь есть, ну, по отдельности существуют функции от x1 и от x2, да? И вот в этом случае мы можем попробовать искать функцию Липунова вот в таком виде. В равно f1 от x1 плюс f2 от x2. Вот так. Ну, пусть функция Липунова вот такая. Ищем производную. Значит, v с точкой. Ну, согласно общей формуле, ну, давайте мы ее еще раз выпишем. Там эта сумма по y, там, d, значит, v, d, x, y, f, y, да? Где h1, это вот эти вот функции. То есть вот это вот у нас f1, да, функция. А вот это вот f. Так. Значит, равно f2. 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 Значит, ну, и подставляем, значит, значит, если v у нас такая, то dv по dx1, это df1 по dx1, да? Причем производная уже полная. Дальше на f1, это на x2, значит, минус, так, плюс, ну, значит, минус можно поставить вот и до этого минуса, да? Значит, будет df2 по dx2, так, на fx2, значит, все, плюс g по dx2 на fx1. Вот так. Ну, теперь сделаем еще одно предположение, но уже на производную, v с точкой. Потребуем, чтобы производная v с точкой имела ту же самую структуру, что и v. То есть, чтобы v с точкой у нас можно было представить в виде функции g1, зависящая от x1, и плюс g2, зависящая от x2. Тогда мы можем сравнить вот эти два выражения для v с точки. Вот верхняя, да, и нижняя. И, значит, видим, что вот, ну, вот первое слагаемое здесь x1, x2 присутствует, да? Значит, оно не попадает под это определение в с точкой, да? И в последнем слагаемое, значит, присутствует x1 и x2, да? Вот. Тоже не попадает. А попадает под это определение, ну, только вот это вот слагаемое, да? Вот. Значит, мы тогда, чтобы удовлетворить вот этому определению с g, да, мы должны потребовать, чтобы у нас вот эта сумма дф1 по dx1 на x2, там, минус g g под x2, f x1, df2, значит, под dx2, равнялась 0, да? И тогда вот у нас остается только вот то слагаемое, которое попадает под определение в с точки. Ну и что мы получили в результате? Мы получили, вообще говоря, интересную вещь. Мы можем вот это выражение, вот это вот последнее, рассматривать, как дифференциальное уравнение одно на две функции, находимые в два. И что, такие уравнения не решаются? Кажется, уравнение одно на функции две. Наверное, просто это уравнение связи между двумя функциями. Ну, совершенно верно, но мы можем его решить. Дело в том, что мы можем разделить переменные в этом уравнении, правильно? Вот если мы поделим обе части уравнения на x2 умноженное на f от x1, да, то мы получим следующее уравнение. Ну и давайте сразу перенесем. Мы получим вот такое уравнение. Единицами f1, f от x1, где f1 по d x1 равно g g x2 умноженное на x2, df2, df2, vd x2. Вот так. Теперь смотрите. Левая часть – это функция x1. Правая часть – функция x2. И эти две функции равны при любых x1 и x2. Вы уже матфизику проходили. Такое может быть, когда каждая из функций равна одной и той же константе. лямбда. Ну и таким образом у нас появляется, значит, вот здесь постоянная некая лямбда. И мы получаем теперь два независимых уравнения. Первое уравнение на функцию f1, значит, ну давайте мы его вот так запишем. df1 по d x равно λ f1, так. И второе уравнение. Значит, df2 по d x2 равно λ x2 x2 на g x2. Ну и отсюда, понятное дело, мы можем найти функции f1 и f2. Значит, f1 у нас в результате f1 от x1. Значит, это вот такая функция. Ну давайте мы по-прежнему считаем, что положение равновесия у нас находится в точке x равная 0. То есть это триллиальное решение вот этой системы. Да. Положение равновесия. Значит, ну и в положение равновесия, значит, мы без ограничения общности можем, значит, константы интегрирования положить равными нулю. Ну потому что у нас функция, вообще говоря, с точностью до константы. То есть если мы сдвигаем на константу, там, да, значит, ну производная не изменяется, да. Ну правда, да, и мы всегда можем потребовать, чтобы минимум функции v достигался в равновесии, да. И он был равен нулю, этот минимум, да. То есть мы можем сдвигаем на константу всегда потребовать, чтобы значение минимума функции рифунова, да, функция рифунова в минимум, равнялась нулю. И тогда, с учетом этого, значит, f1 и f2 должны обращаться в ноль, да, в нуле. Поэтому мы интегралы можем записать вот в таком виде. Значит, интеграл от нуля до x1, так, давайте λ вынесем, f от x1 в штрих до x1 в штрих до x1 в штрих, да. Вот видите, у нас f1 обращается в ноль. f1 равен нулю, да. И f2 точно так же. g2 от x2 в штрих до x2 в штрих до x2 в штрих поделить на g из 2 штрих. Вот так. Вот нашли функции f1, f2. Значит, v это их сумма. Вот она. Значит, и кроме того, мы сразу же нашли, чему равно v с точкой. Ну давайте увидим, что не так. После всех этих наших вычислений функция Липпунова получается равна λ умножить на скобочку по скобочке интеграл от нуля до x1 f x1 штрих до x1 штрих f2 в штрих до x1 штрих до x2 штрих до x2 штрих. Вот, скобочка закрывается, а В с точкой равно, вот чему оставшийся член, да, вот этот вот, вот он, минус ДФ2, да, вот это вот, все равно делается вот это, значит, минус ДФ2 по ДХ, а ДФ2 по ДХ, вот оно, да, значит, мы тоже нашли. Значит, будет минус Ля, да, значит, ну, давайте так, ДФ2 по ДФ2, да, и поделить на В, это у нас точка, а вот это вот В, да. Итак, значит, вот, вот что получилось. Ну, давайте теперь, ну, во-первых, на самом деле, вот это вот, как сами понимаете, ну, еще один из способов нахождения функции Лякунова, да. То есть, когда мы ищем функцию Лякунова, ну, вот в виде вот таких функций, опираясь на проанализированную нами структуру динамической системы. То есть, в принципе, этот вот рабочий способ по многих задачках, он по мне может сработать, и не обязательно тут должно, как бы, одна степень свободы быть, да. Вот. Значит, ну, во-вторых, значит, вот мы нашли функцию Лякунова. Вообще говоря, тут, конечно же, не предполагалось, что Ф имеет, можно представить в виде, там, ДУ по ДХ, да, но, тем не менее, значит, если это можно сделать, вот Ф, значит, от Х1 можно представить в виде ДУ по ДХ1, вот, тогда вот этот интеграл легко вычисляется, да, это просто потенциальная энергия, да. Если У у нас потенциальная энергия, то интеграл потенциальная энергия, да. То есть, этот интеграл от функции Ф равен У. В остается еще второй интеграл, и, значит, требование, значит, пиаремы Лякунова об устойчивости состоит в том, чтобы, значит, вот эта В нужна быть положительная, да, В была положительная в окрестности в равновесии, да, вот. А В с точкой, наоборот, отрицательная, да, то есть, вот, не положительная, да, потому что это равновесие. Ну, а в самой точке это может равняться, да, и В, и В с точки. И тогда наша система устойчива. Ну, теперь, значит, смотрите, что мы можем с вами извлечь из того, что у нас было выше. Значит, мы показали, что в частном случае, да, должно выполняться вот такое неравенство. Для того, чтобы система была синтетической устойчивостью, надо х точка на фи, х точка больше нуля. Ну, это означает, если мы вернемся теперь вот сюда, что у нас х2 на фи х2 больше нуля, да, больше нуля. Ну, и тогда, значит, все зависит там от знака λ и g. Ну, вот, если мы берем, например, λ положительный, да, λ положительный, да, λ положительный, да, ну, это вот, как правило, так, поскольку знака определенность, она требует, если вот у нас первый член положительный, требует, чтобы и второй член был положительный, да, вот, тогда λ будет больше нуля. А у у нас положительный, поскольку в нуле, потенциальная энергия положительный, поскольку в нуле у нас достигается минимум. Значит, везде рядом у разнамник больше нуля. Значит, можем λ выбрать больше нуля, и тогда, значит, вот это требование, да, достигается в том случае, когда g от х2 тоже будет больше нуля. И вот в этом случае у нас система источник. Ну вот, вот некое обобщение и метод, которым можно пользоваться и время перерыва. А если не так, ну, то, вообще говоря, система неустойчива, да. И в связи с этим возникает вопрос, вот, нельзя ли как-то с самого начала определить, ну, вот, сформулировать какую-то теорему, там, аналогичную теорему Легунова об устойчивости. Вот. Ну, и такие теоремы действительно существуют. Первую из них сам Легунов сформулировал, потом эту теорему обобщил Читаев. Вот. Ну и давайте мы, ну, вот, самая такая рабочая, есть еще там обобщение, в частности, сделанное Красовским. Ну, и давайте мы вот эту теорему проиллюстрируем, ну, вот, на таком частном случае, немножко искусственном, но, тем не менее, достаточно показательно. Вот пусть у нас рассматривается вот такая система, и в ней, значит, f1, f от x1, f от x1. Ну, возьмем сразу а больше нуля. Это, ну, по сути дела, это сила круглости такая. Вот. Значит, а в качестве функции g от x2 возьмем вот такую функцию. g от x2 равно, давайте вот так, v-1, константу обозначим, а x2, значит, в минус 2. Вот так. Ну, понятно, что тут все выбрано для того, чтобы интеграйчики всякие полегче было сосчитать. Ну, и, значит, λ считаем больше нулям, и вообще возьмем, чтобы не мучиться, λ равно 1. λ, λ равно 1. Нам же хоть какую-то функцию v надо найти. Ну, тогда, значит, функция липунова v, чему война? Это а x1 в квадрате пополам, а здесь, значит, b, ну, там, плюс b, x в четвертой, да? И 2 в четвертой на 4. Вот так. Ну, вот смотрите, если b у нас больше нуля, ну, все в порядке, да? v больше нуля, значит, если, там, g, значит, g тоже больше нуля, да? А вот если b меньше нуля, значит, рассмотрим, значит, если b больше нуля, то устойчиво, все условия удовлетворяются, а если b меньше нуля, то что здесь получается? Ну, во-первых, ну, давайте, чтобы не писать, мы можем, значит, рассматриваем случай b меньше нуля, а, и тогда, значит, вот мы можем записать так, в качестве v у нас будет вот, вот здесь минус поставить, а здесь 0, да, написать, вот так. Ну, да, и рассмотрим вот эту пограничную область, где v равно нулю, где v равно нулю. Ну, очевидно, что это две ветви параболы, да? То есть x1, это равно плюс минус корень квадратный из модуль d, деленное на 2а, и x2 в квадратный, да, вот так. То есть если рисовать картинку, растянуть с 1, x2 и заправлять, то это вот, значит, вот со знаком плюс у нас, веточка, да, вот со знаком минус, так, да, тут 2 в квадратном, вот так, и эту параболу. Значит, v у нас больше нуля, если x1 лежит ниже этой веточки, да, то есть вот область v больше нуля, а что происходит с v с точкой в этой области? v с точкой в этой области. Значит, v с точкой у нас больше нуля, да? g у нас отрицательно, да, g отрицательно, да, ну вот, скажем так, при x2 больше, x2 больше миллиарда. g у нас отрицательно, вот. И вот здесь вот у нас, так, g положительно, извиняюсь, положительно. Ну, смотрите, то есть это у нас отрицательно, а v с точки, он же минус, будет положительно, да, то есть v с точки будет больше миллиарда. То есть что мы сделали? Вот и система наша неустойчива. Ну, что мы сделали? Мы нашли с вами такую область, вот в частности вот эту вот, там вот, где у нас функция ликунова v больше нуля, и ее производная тоже больше нуля. То есть и у нас система неустойчива. Так вот этот частный случай иллюстрирует общую теорему читаем. Общую теорему читаем. Т.е. если существует какая-то область, в которой v больше нуля и v с точки больше нуля, если существует какая-то область вблизи положения равновесия, то равновесие неустойчива. Ну и вот эта теорема в общем виде доказывается, но у нас как бы она проиллюстрирована в одном частном случае. То есть мы, в принципе, можем искать сразу же не только на устойчивость исследовать, но и на неустойчивость исследовать. Ну вот, так что иногда можно как бы об устойчивости наоборот и доказать, что система неустойчива. Для этого существует теорема, ну и в частности теорема читаем. Так, хорошо. Ну пойдем дальше. Это вот такая задачка, в принципе, полезная. Ну и есть еще более полезная задачка, и очень такая мировоззренческая. Это задача об устойчивости орбит планетарность или орбит спутника. Ну понятно, что она с технической точки зрения очень полезна, поскольку мы должны со спутником все время связь поддерживать, и поэтому мы должны как-то судить об устойчивости движения спутника. Ну и давайте вот частный случай этой задачки решим, рассмотрим случай, когда орбита круговая. Но прежде чем это сделать, мы рассмотрим еще один способ построения функции Липунова, предложенный как раз Читаева. Вот была теорема Читаева, и вот предложил еще метод построения функции Липунова. Значит, в тех случаях, когда в системе имеются интегралы движения. Ну давайте этот метод рассмотрим. Ну, во-первых, значит, во-первых, ну вот пусть у нас имеется динамическая система общего, это x точка равно n, x, в принципе она может быть и не автономной. Вот здесь может явная зависимость от времени быть. Ну, как бы для нас это не принципиально, но вот в общем случае не обязательно автономная. Вот. И пусть у этой системы, значит, равновесие достигает сабулета, и имеется интеграл движения и, там, y . То есть такая функция, которая не изменяется в процессе движения. То есть Rp dt от x, y , от x равно n, ну и, следовательно, сама функция равна константе. Значит, x, y , x равна константе. Константе в смысле не изменяется с течением времени. Но эта функция является функцией координат, да? То есть от координата она меняется. То есть у нас именно как функция координат, а не как функция rs. Ну и тогда, значит, если у нас вот такая разность, и, так, y , да? Ну давайте тут сначала рассмотрим, так, индекс не будем ставить. Вот давайте просто и сначала один. Пусть он один пока, значит, без индекса. Значит, и вот если у нас и от x минус и от нуля положительная величина, ну или там равна нулём в точке равновесия, да? То тогда вот эту разность мы можем выбрать в качестве функции Vipunov. И тем самым автоматически будет обеспечено требование первой теоремы Vipunov. Правильно? Смотрите. Наша Ди. Дэхо Дэдэ, а Ди равно нулю, да? А первая теорема Викунова требуется, чтобы, значит, производная была меньше либо равна нулю, да? А она равна у вас нулю. Значит, вот в какой-то там области везде равновесия, да? Здесь, конечно, не асинтетическая устойчивость, да? Ну и понятно, то есть наша система не обязательно диссипативная для того, чтобы быть асинтетически устойчивая. Но она устойчивая, это означает, что, ну вот отклонили вы там, есть у вас движение, и вы немножко это движение нарушили, скрепка траекторию отклонили. Дальше происходят, ну, какие-то колебания вокруг равновесного движения, да, у вас? Вокруг равновесия. То есть устойчиво-устойчиво в смысле либо много, но не асинтетически устойчиво. Ну вот, а что делать, это вот когда имеется один интеграл движения? А что делать, когда имеется много интегралов движения? Вот в этот случай, когда у нас и ион, как теперь, ион, да? Несколько интегралов движения. Ну вот, Четаев предложил искать функцию Якунова в этом случае в виде вот такой суммы, да? То есть В равно, значит, сумма по Й. Ну давайте, значит, пусть у нас Й принимает значение 1, 2 и так далее. Ну там Й большое, например, которое меньше, значит, меньше, чем М, да? Размерность нашего фазового пространства. Ну а число степеней свободы, там, наверное, пополам, да? Вот, если про механические системы говорить. Значит, от единицы дает большое, значит, альфа Й, да, сумма, и Й от х, минус, и Й от нуля. Суперпозиция. Дальше. Плюс. Плюс. Сумма по Й. Ну я тут не буду делать те же самые. Бета. Бета Й. И Й в квадрате от х, минус, и Й в квадрате от нуля. Ну и вообще говоря, плюс и так далее, но кубы и другие члены, они практически не встречаются. То есть если вдруг необходимость, конечно, можно предложить продолжить и дальше это разложение, но, как правило, вполне бывает достаточно вот этих двух слагаемых. И более того, ну, в большинстве задач, правда, не в нашей, достаточно бывает одного слагаемого, а второе, значит, ну, если вот не получается вот этим ограничиться, тогда вот вторую, вот эти квадратичные члены. Но в большинстве случаев достаточно бывает вот этой первой. Значит, вот альфа и бета – это некие неопределенные коэффициенты, которые подбираются из требований соответствия теоремии Пунова, да? Теоремия Пунова, что движение было впрочем. Ну, кстати, опять у нас, поскольку, значит, dj, 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 dj. Если и дj, dj, dj равно 0, тогда и dj, dj, dj равно 0, то есть требования теоремии Пунова удовлетворяются, да? Ну и если мы нашли соответствующий коэффициент а и β. Это общая теория, ну и несколько замечаний. Несколько замечаний. Первое замечание. Один из этих коэффициентов альфа, βj, βj можно выбрать произвольно. Ну, например, положить α1, равное 1. Второе замечание, если хотите, это то, о чем я вам говорил, что, как правило, достаточно бывает линейных слагаемых. Ну и наконец, самое главное для нас, это то, что мы можем интегралы движения находить, не выписывая сами динамические уравнения, вот эту вот систему уравнений, мы можем не выписывать, а интегралы движения находить, если, допустим, задача механическая, ну и из каких-то общих теорем механики. То есть построить функцию Лагранжа для нашей системы. Ну давайте допустим функцию Лагранжа. У нас получилось вот такое. Она зависит от Q1 и так далее. Q катоя минус 1. Дальше пропускается Q катоя. Q катоя плюс 1 и так далее. Q n-ая пусточка. Значит, Q катоя, это у нас какая переменная, если она не входит в это? Циклическая. Циклическая координата. Еще здесь циклической координатой время являются. Видите, функция Лагранжа, а время не явно не зависит. Тогда мы сразу же, согласно теоретической механике, можем сказать, что у нас что будет состояться? Импульс. Да. Значит, обобщенная энергия. Ну, там сумма, там, dT, dVD, UiS точка, UiS точка минус L, да. Ну, если система натуральная, а мы такие в основном расхватки, то это энергет, да. То есть вот это вот первая интеграла движения. И обобщенный импульс, там, сопряженный координатик катоя, да. Катоя обобщенная дальше. То есть вот эта константа давайте напишем в процессе движения. И dL, UiS точка, тоже константа. Сразу у нас два интеграла движения. И мы можем пробовать функцию Легунова строить, комбинируя эти интегралы движения, там, разводя квадрат, либо же там линейные члены рассматривая. Вот, согласно методу приложенного Читаева. Ну, давайте. Давайте. Вот это общий метод, и сейчас мы его применим к той самой задачке, о которой мы говорили в начале. Так. Ну и для простоты... Кстати, что у нас за задачка? С точки зрения его механики. Что это означает? Движение в каком поле? В центральном. В центральном, а более того, тут известен потенциал, конкретный есть потенциал, это гравитационное поле, значит, это кулоновское поле, да, типа кулоновское. И траектории в этом поле какие могут быть? Четыре типа траектории. Эллипс, параболы, гиперболы и окружность. Совершенно верно. Четыре траектории, две из них инфинитные, параболы, гиперболы, и две финитные, эллипс и окружность. Ну, конечно же, нам имеет смысл рассматривать устойчивость синитного движения, да. То есть по эллипсам и по крупностям движутся планеты вокруг Солнца, там, значит, спутники вокруг планеты и так далее. Там искусственные или естественные. Вот. Ну, мы, в принципе, конечно, наиболее общий случай здесь эллипс. Но мы этот случай не будем анализировать, чтобы немножко время сэкономить. Вот. Просто эта задачка немножко посложнее. А мы, значит, рассмотрим движение, устойчивость движения по окружности. По окружности. Вот. Ну, на самом деле, очень редко какая планета, траектория какой планеты отличается сильно от окружности. Дело в том, что эксимпризиситет, как правило, мало в планете Солнечной системы, и в траектории, хотя и эллиптической, но они близки к окружности. Вот. Значит. Ну, давайте. Итак. Просматриваем движение по окружности. Более того, это движение хорошо тем, что мы можем с вами школьную физику применить. Вот пусть у нас в семье есть. Ну, давайте сначала так. Звезда на сцене. И вот по окружности движется планета. Ну, звезда по имени Солнце, а планета по имени Соль, да? Значит. Вот. Значит. Вот. Значит. Вот. Значит. Планета. М маленькая. Ну, что можно сказать с точки зрения школьной физики? Вот. Наша задача найти, вот пусть радиус окружности r0, а угловая скорость вращения омега. Ну, r0 постоянная и омега постоянная. Ну, можно, например, ну, давайте вот радиус-вектор рассмотрим, да, там, значит, r, длина которого r0 равна, да? Вот. Можно, например, рассмотреть равновесие силы в точке r маленькая, да? С одной стороны, на n маленькая действует сила пятости, fg, которая равна, ну, она направлена в притяжение, да, значит, n большое против r, поэтому знак мин. fg, значит, это у нас, ну, давайте, g большое, fn большое на n маленькое и наверх, ну, гармония в нашем случае, да? Вот. Да, квадратик. Вот. А, значит, с другой стороны, какая сила там в коле, как она называлась? Зампробежная, да, fc, которая равна, чем n маленькая, r0 на омега в квадрате, да, в массовом вскоре. Ну, и прирабываем эти две силы, да? Давайте мы дальше еще обозначим вот эту штуку, g на n большое, буковкой мюн, ну, g большое, это, знаете, да, гравитационная, да, ну, обозначим, это g на n большое. И в результате у нас что получается? r в кубе на омега, да, вот она формула, r0 в кубе на омега в квадрате в одном мюн. Вот так. Ну, ладно. Хорошо. А вот, в минус. А где в минус? У нас же... А, ну да, я приравнял, нет, конечно же, складывая, и приравнула на минус. Это же суперпозиция, да, равновесие. Складывая, приравнула на минус. То есть мы с точки зрения статики рассматриваем. Ну, а по величине, да, если приравнула, то по величине надо много будет ставить. А если знаки учитываем, то складываем. Ну, вот. Теперь. Ну, это вот так, полезная разница. Теперь нам надо интегралы движения находить. Да? Интегралы движения. Ну, во-первых, что у нас является устойчивым равновесием? Ну, вот такую систему удобно рассматривать в сферической системе координат. Р, θ и φ. Значит, равновесим тогда у нас будет вот что. R равно R нулевое. Значит, R с точкой равно нулю. Да, в положении равновесим. То есть никаких радиальных движений нет у нас. Дальше. θ равно нулю, да, θ равно нулю. Значит, θ с точкой тоже равно нулю. φ – это омега Т. Ну, там с точностью до константы. И φ с точкой равно омега. Вот это невозмущенное движение. То, что мы там вектором x можем размечать. Невозмущенное движение. Ну, он зависит от времени. Теперь давайте немножко это движение возмутим. И тогда у нас система... Тогда мы можем записать во граждан возмущенная система. Это просто во граждан нашей частицы в сферической системе координату. Ну, давайте, хорошо, давайте картинки нарисуем. Что значит возмутим? Значит, давайте x, y, z, чтобы всё наглядно было. Вот у нас плоскость на x и y. Значит, вот это наша окружность. Вот эта окружность, вот здесь она у нас пунктирная линия. Ну, вот скажем, это у нас R0 было. Теперь, значит, мы возмущаем R, то есть выводим R за пределы этой окружности. И, значит, возмущаем ещё θ. Ну, вот θ, допустим, отсчитываем от проекции, да, то есть вот у нас. Теперь равенств вектор, он будет вот такой. Ну, и, в принципе, возмущаем ещё скорость. То есть амеры может быть другой. Вот, да, чуть-чуть подтолкнём это там. Вот. Фи сточек. Фи сточек вообще. Ну, что происходит при таком возмущении? Ну, как бы, фи само возмущать не имеет смысла, там, по отдельности, поскольку, ну, всё равно мы в окружности не будем. Потому что, по крайней мере, изменение фи никуда в окружности не сдвигает. Ну, мы это и увидим. Фи у нас циклическая координата. Вот это и означает, что фи можно не возмущать. Итак, то есть вот наше возмущение. И теперь мы можем описывать движение в сферических координатах. Функция Лагранжа L-сферических координатах хорошо известна. Мы с вами её в микромеханике писали. М пополамных с точкой в квадрате плюс r в квадрате с точкой в квадрате плюс r в квадрате sin минус, вот здесь sin, 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 sin. Если мы отсчитываем θ от проекции, cos в квадратх θ на фи с точкой в квадрате sin. Значит, минус потенциальная. А потенциальная энергия у нас — это μ на n и на f. μ — это вот g на n. Давайте сразу займемся интегралами движения. Для того, чтобы найти здесь интегралы движения, надо найти циклические перемены. Циклическими переменами у нас что является? От чего функция возграничена? Ну, во-первых, давайте t сразу, чтобы про t не думать. От t не зависит, значит сохраняется энергия. И совершенно верно, от φ явно не зависит, от φ. Значит, блоки сохранятся обобщенными. Итак, если t — система натуральная, сохраняется полная энергия. Это m пополам. Значит, f с точкой в квадрате плюс f в квадрате. Это с точкой в квадрате плюс f в квадрате плюс f в квадрате. Давайте-ка мы вот так запишем. m пополам вынесем. Вот так. Значит, здесь у нас будет 2. Ну на r. И то, что вот в этих скобочках квадратных, надо означать за i. то есть вот эта вот наша e, о которой мы говорили, это вот m пополам умножаем на e1. Это e. То есть в качестве функции и берем вот эту функцию в столбочку. Ну давайте я пока не буду езжать. Ну теперь φ. Значит, сохраняется. Пφ. Пφ — это dL по dφ с точкой. И это равно m в квадрате cos θ и с точкой. Ну и опять m выносим, а за e2 обозначаем вот это вот, да? Ну вот, нашли интегралы движения. Теперь, значит, так, ну ладно, давайте попробуем вот еще что сделать. Запишем возмущенное движение. Вот давайте теперь вводим возмущение. То есть вот это не возмущенное движение, да, x0, значит, а возмущенное движение будет x0 плюс y, да? Вот. То есть возмущенное движение у нас вот какое. То есть теперь у нас вместо r, ну, r будет равно r будет равно r0 плюс x1. r с точкой равно x2. θ равно x3, θ с точкой равно x4. φ у нас циклическая, можно не возмущать, пропускаем φ. От нее ничего не зависит. Значит, возмущаем φ с точкой. Значит, φ с точкой равно омега плюс x5. Вот возмутили φ с точкой. Полную скорость. Вот это возмущенное движение. И записываем функцию Лагранжа для возмущенного движения. Ну, давайте, значит, записываем. Ну, вернее, даже давайте не саму Л записываем, а и 1, и 2. Л мы написали, вот у нас и 1, и 2 будет. Вот давайте и 1 пишем. Значит, и 1. Это вот в этих скобочках. Значит, r0 плюс x1 квадрат. Так, извиняюсь. r0 это уже производная из всяких r0. r0 плюс x1 в квадрате, это с точкой x4. плюс r0 плюс x4 плюс r0 плюс x1 в квадрате. И 1. Значит, cos x3 умножить на омега плюс x5 тоже в квадрате. И 1. И 2. И 2. Там еще плюс 2. А, совершенно верно. Плюс 2 мю. 2 мю. Да, потенциальная энергия. r0 плюс x2. И 2. Значит, это вот то, что в круглой скобочке без m стоит. Значит, это вот то, что в круглой скобочке без m стоит. r0 плюс x1 квадрате. cos cos квадрате teta 2. x3. Значит, x3, скажем. Вот это наши интегралы движения, записанные через возмущение. Ну теперь равновесие у нас, да, если с точки зрения возмущения, с точки зрения координат x, смотреть равновесие, находится в точке x, равной 0. Полагаем x, равное 0, и получаем вот эту нижнюю строчку, которая равновесия. Ну вот, давайте, еще время осталось, найдем вот что, значит, i1 в нуле. Значит, здесь 0, здесь тоже 0, x4 0. Вот здесь от косинуса вклад может быть 1, значит, r0 в квадрате на 1 на омега в квадрате. r0 в квадрате на омега в квадрате. Ну и плюс 2 на r0. И точно так же и 2 в нуле находим. Ну тут совсем просто. Значит, это 1 в квадрате косинус равен 1 на омега с точкой равно омега. Вот все нашли. И теперь мы можем строить какие-то гипотезы относительно функции Лигурова на основании вот той методики, которую читают в прошлом. Ну все на сегодня. Если есть вопросы, пожалуйста. Спасибо. Я подавлю тогда. Это что-то не я взял.